Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Имущественный налог является местным и платится в бюджет муниципального образования. Иными словами, платя этот налог, мы помогаем поддерживать на должном уровне социально значимые объекты нашего города и района, а также делать их еще более благоустроенными и красивыми. В этом году жители Славянского района, как и всего Краснодарского края, будут платить имущественный налог, исходя из кадастровой стоимости. Органы Росреестра определяют кадастровую стоимость объекта недвижимости, а ставки налога – органы местного самоуправления. В случае несогласия с кадастровой стоимостью объекта, гражданин может оспорить ее в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости или в суде. При переходе к налогоблажению от кадастровой стоимости происходит не просто замена инвентаризационной стоимости на кадастровую при расчете налоговой базы. Полностью меняется порядок расчета, вводятся вычеты, нелагоблагаемые налогом площадь, применяются понижающие коэффициенты при расчете налогов в течение переходного периода до 2020 года. Налог на имущество, как и прежде, рассчитывается налоговыми органами по месту нахождения имущества. После чего налогоплательщикам направляются налоговые уведомления, в которых будет указана информация по всем налоговым обязательствам физического лица, включая НДФЛ для тех, с кого работодателем данный налог не был удержан. Рассылка налоговых уведомлений начнется уже в августе. Свою гражданскую обязанность налогоплательщикам необходимо исполнить в срок до 1 декабря 2018 года. По всем имущественным налогам физических лиц предусмотрены льготы. Узнать все подробнее можно на сайте Налоговой службы России в разделе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Если у вас имеются права на льготы, обращайтесь с заявлением в налоговую инспекцию. Заплатить имущественные налоги за 2017 год нужно до 1 декабря 2018 года. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.